Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Куйбышевском районе основательно готовятся к грядущему отопительному сезону. На каком этапе работы находится на сегодняшний день, проверила глава Самары Елена Лапушкина. О том, как к зиме готовится Куйбышевский район и о масштабных изменениях в системе теплоснабжения, расскажет Михаил Ермоленко. Традиционно в весенне-летний период Самару готовят к будущему отопительному сезону. Проводят гидравлические испытания и проверяют теплосети, чтобы устранить все недочеты, скопившиеся за зиму. В этом году самая масштабная подготовительная работа проходит в Куйбышевском районе. Здесь городским службам предстоит не только перевооружение теплотрасс, но и возведение новых источников подачи горячей воды. Как сейчас в этой части Самары идет подготовка к зиме, проверили глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Сегодня мой объезд посвящен подготовке к отопительному сезону. В связи с тем, что самый большой объем работы будет проводиться именно в Куйбышевском районе, с него я и начала свой объезд. Объем работ предстоит большой. Это тяжелые технологические работы, это большая протяженность сетей, это серьезные и перекладки, и переоборудование. Ранее городские власти вместе с ресурсоснабжающей компанией приняли решение, что в этом году в Куйбышевском районе появятся две новые котельные. Одна из них большая, на пересечении улиц Грозненская и Пугачевский тракт. Вторая компактная, меньшей мощности. Она будет питать оставшуюся часть района, а также частный жилой массив по улицам Ржевской, Эльтонской и Восстания. Эту котельную мощностью в полтора мегаватта возведут за железнодорожным переездом. Как отметил специалист Департамента городского хозяйства и экологии, сейчас заключили необходимые муниципальные контракты на строительство обеих котельных. В распоряжение поступило все необходимое оборудование. Начнется отопительный сезон на действующих котельных. Однако сразу после ввода в эксплуатацию построенных объектов произведут переключение на новые теплоисточники. Основная идея – это подключить часть потребителей от котельной «Волга-Бурмаш» на котельную, которая будет отапливать поселок 116-й вместе с 25-м кварталом. А потребители, которые остаются за железной дорогой по улице Трубная и Политонская, они, собственно, переключаются на котельную, которая также выполняется меньшим объемом мощности в текущем году. Десятилетиями часть Куйбышевского района отапливалась от котельных, которые принадлежали ведущим промышленным предприятиям. Сейчас, в новых условиях, эти источники горячего водоснабжения не могут в полную силу обеспечить жителей многоквартирных домов. Как отметил глава района Алексей Коробков, из-за этого у потребителей возникало множество вопросов, связанных с качеством и надежностью существующей системы теплоснабжения. Проходили технологические сбой из-за изношенности теплотрасс. То, чего действительно так долго ждали наши жители, наконец-то это решается, решается системно, решается с привлечением огромных средств, в том числе, и, ну, просто для района это крайне важная вообще, скажем так, ну, победа будет, когда мы полностью вопрос с обеспечением надежности теплоснабжения решим. Сейчас по всей Самаре активно перевооружают теплотрассы и готовят систему к предстоящим холодам. В этом году в городе обновят 12 участков тепловых сетей, в том числе по улицам Рабочей, Ташкентской, Металистов и Молодогвардейской. Как подчеркнула Елена Лапушкина, подрядчикам предстоит выполнить колоссальный объем работ. При этом значительную часть суммы, выделенную на подготовку города к зиме, осваивают именно в Куйбышевском районе. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. И в центре, и на отдаленных участках. В текущем дорожно-строительном сезоне во всех районах Самары предусмотрено обновление дорог. На средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до конца текущей недели в поселке Шмидта планируют завершить ремонт проезжей части по улице 128-й километр. Чтобы справиться с задачей оперативно, рабочие и подрядные организации ловят каждый погожий день. За укладкой свежего покрытия наблюдали и наши корреспонденты. Не только в центре города, но и в отдаленных районах Самары. На участке улицы 128-й километр в поселке Шмидта укладывают новый асфальт. Обновляют проезжую часть от дома номер 13 по Паровозной до дома номер 136 по улице Третий год Пятилетки. Площадь работ порядка 3,5 тысяч квадратных метров. Здесь всего две полосы движения. Однако оно довольно интенсивное. Ходит общественный транспорт. Улица ведет к промышленным базам, железнодорожным переездам и локомотивному депо. Кроме легкового транспорта много грузового. Для сохранения трафика, в частности для удобства местных жителей, подъездные пути к жилым домам не перекрывают. Движения по участку сохраняют. Уже выполнена работа по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия. И подрядная организация приступила к выполнению работ. При выполнении работ в рамках национального проекта предусмотрены асфальтобетонные смеси нового поколения. То есть мы сейчас говорим о том, что при работе на данной улице выполняются работы смесью А16ВН. У нее используется другой кубовидный щебень, который по характеристикам, по своим, лучше предыдущих всех щебней. Но именно гранд состав смеси улучшили, что сказывается на характеристиках самой смеси по долгу укладываемости и по своим основным эксплуатационным характеристикам. Применение новых современных материалов и технологий – одно из условий реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на средства которого улицу приводят в порядок. Ремонт идет с соблюдением всех ГОСТов. Для доставки асфальтобетонной смеси используются самосвалы с подогреваемыми кузовами, которые накрываются пологами, чтобы соблюсти температурный режим. В общей сложности на участке работают пять единиц техники, включая разнотоннажные катки для наилучшего уплотнения. Жители переменам радуются и готовы терпеть временные неудобства. Говорят, что автопоток здесь настолько плотный, особенно когда открывается железнодорожный переезд, что нагрузка на дорожное покрытие очень высокая. Как-то вот проваливалось, и потом ямы разные. Ну, конечно, очень плохое было. А сейчас прям чудесно, прекрасно. Также, согласно муниципальному контракту, люки колодцев, их на участке небольшое количество, поднимут на проектную высотную отметку. Они будут вровень с новым асфальтовым покрытием. Самаре этим же подрядчикам уже выполнены работы на восьми объектах, и еще три находятся в работе. Если позволят погодные условия и не будет дождя, до конца недели работы на участке улицы 128-й километр будут завершены. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Его роль в истории России переоценить трудно. Сегодня исполняется 350 лет со дня рождения российского императора Петра I. Он появился на свет 9 июня 1672 года и вошел в историю как великий реформатор. Император дважды бывал в Самарском крае. С какой целью, расскажем в сюжете. Он стал правителем в 10-летнем возрасте. Первым из русских царей совершил длительное путешествие по Европе, а после возвращения развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одна из его заслуг – расширение территории России в Прибалтийском регионе после победы в Северной войне, что обеспечило выход к Балтийскому морю и позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Император бывал и в Самарском крае, причем дважды. Оба приезда были связаны с подготовкой к военным походам. Еще совсем молодым в 1695 году Петр I во главе флотилии плыл, чтобы принять участие в Азовском походе вниз по Волге. Останавливался в Сызрани, где встречался с командиром местного гарнизона. После того, как Петр увидел эти земли, и когда уже началась русско-шведская война, начинается активный поиск месторождений серы для боеприпасов, для создания артиллерии. И находятся серные источники в районе нынешнего, Сергиевский район. Это Сергиев, Серноводск. И там закладываются небольшие поселения, свозят туда работные люди, крестьяне. В Сокуне основываются небольшие вот такие крепости. И по Соку, это среднее течение Сока, и по Соку в сторону Самары закладываются отдельные тоже небольшие редуты крепости, например, Красный Яр разначальный, для защиты от нападений кочевников, башкир, прежде всего, вот этих вот поселений, где добывалась сера. Второе посещение Самары Петром случилось в июне 1722 года. Он плыл с супругой Екатериной мимо села Новодевичьей, которая принадлежала его главному соратнику, князю Меньшикову, и остановился в Самаре. Его встретил комендант, полковник Кушников, и казаки Уральского войска во главе с атаманом. Император осмотрел крепость, окрестности, которые были обнесены деревянной стеной, а его супруга сходила в Троицкую церковь, самую первую в Самаре. Ну, по сути, Петр создал самарскую промышленность, по крайней мере, может быть, не в самой Самаре, а в крае, потому что вот это серное производство, серная добыча, это первое было промышленное производство, пусть там в минимальном самом виде, на территории нашего края. Ну, собственно говоря, первая промышленность, первый курорт, то есть что-то не связанное с, так как сейчас можно было сказать, военно-промышленным комплексом. Ну, и в целом, благодаря Петру сюда пошли люди, профессионалы, которые вот занимались той же разработкой и серных источников, потом серной добычи на Самарской луке. То есть, в принципе, так же, как для всей России, это поднятие промышленности и развитие какой-то культурной составляющей, чем вот были, например, курорты по того времени. Это часть такой новой культуры, которую создавал Петр. Самарцы об императоре помнят и о его делах отзываются с уважением. Петр Первый – это царь России, первый император. И, что еще о нем можно сказать, реформатор, царь реформатор, рубивший окно в Европу. Он учредитель большого числа государственных органов, таких как Сенат. С его приходом начались проводиться многие реформы, в том числе и военные. Провел реформу, где европеизировал внешность своих приближенных, и как раз про бороды, та тоже он их заставил сбрить. Это император России, который пришел к власти довольно интересным. То есть не скучная у него жизнь была. Он, как император, начал поднимать нашу страну. То есть очень хорошим правителем был, насколько я знаю. Во-первых, он основал Санкт-Петербург. Занимался судостроением. Вот благодаря ему оно у нас в России начало развиваться. Наследие Петра велико, и мы должны помнить, ценить, потому что это стало вектором для развития дальнейшего государства нашего. Есть легенда, что Петр I гостя в Самаре поднимался на царевкурган, расположенный в Царевщине. Но историки считают, что это только красивая сказка. В чем выйти в свет, что надеть на прогулку и где приодеться на работу? Ответы на эти вопросы знают региональные производители. В Самаре начал работу маркет-фестиваль «Территория моды сделана в России», где отечественные модельеры и дизайнеры презентуют свою продукцию в условиях импортозамещения. Что предлагают местные производители, узнал Михаил Ермоленко. Помочь создать людям свой неповторимый образ и бросить вызов представителям масс-маркета. Сегодня такую задачу для своей коллекции ставит модельер Елена Биллио. Собственный бренд девушка создала в 2017 году. Со временем небольшое ателье переросло в фабрику. Владельца признается, что в сложившихся условиях местным дизайнерам и модельерам как никогда важно включиться в работу и обеспечить соотечественников качественной одеждой. Уже сейчас бренд Елены готов составить конкуренцию даже крупным производителям. У большинства, как и у нас, производство в России, что дает преимущество в большом выпуске и в быстрой подсортировке продукции. Поэтому я думаю, что сейчас постепенно люди будут переходить на российские бренды. В условиях импортозамещения не забывает и про экологию. Всю линию одежды дизайнер Алена Кожух и ее команда производят вручную из переработанных материалов. В ход идут старые джинсы, которые пылятся у многих в шкафах. И хотя сам производитель отмечает, что одежда, может быть, вряд ли подойдет для повседневной носки, зато эпатажный образ точно создаст. Как отмечает Алена, такой подход к использованию старых материалов позволяет сэкономить на производстве. На производство, допустим, одной пар джинс уходит порядка 11 тысяч литров воды. В моей коллекции использовано 75 пар переработанных джинс. Тем самым мы экономим 750 тысяч литров воды. Это может пить целый год небольшая деревня в тысячу человек. Сейчас вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Чтобы местные производители успешно влились в рынок и удовлетворили растущие потребности в одежде и обуви, по поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре открылся маркет-фестиваль «Территория моды, сделана в России». В городе он проходит впервые. Участие в фестивале – отличный шанс для модельеров и дизайнеров региона продемонстрировать жителям Самарской области свою продукцию. Нам удалось собрать более 100 заявок для участия. И уже были отобраны по количеству выпускаемой продукции, по количеству сотрудников самые достойные, крупные, самые интересные производители. И сегодня мы можем уже на площадке мероприятия видеть порядка 60 брендов. Последние новинки от местных модельеров и дизайнеров самарцы смогут увидеть до 11 июня включительно. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. То отменят рейсы, то поднимут цены. Планировать летний отдых в этом году стало сложнее. Представители туриндустрии рассказывают, что полеты за рубеж стали затратнее как по деньгам, так и по нервам. Часто программы и вылеты меняются буквально накануне долгожданной поездки. Какие направления выбирают для отдыха самарцы и с какими трудностями могут столкнуться, расскажем далее. В летнем сезоне наиболее популярными зарубежными направлениями у российских туристов обещают быть Турцией, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. На Турцию приходится около 60% от общего объема продаж. По данным российских операторов, средняя цена путевки на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 139 тысяч рублей в Египте, в 119, в Арабских Эмиратах – в 150 тысяч. Самарские туроператоры общероссийскую статистику подтверждают, но отмечают, что очень мало рейсов стоит из Самары. В основном вся за границей переориентировалась на вылеты из Москвы. Дополнительно к туру приходится оплачивать топливные сборы. Если раньше он составлял 35-40 евро на чартерах, то теперь 100 евро на регулярных рейсах. Турция не дешевая в этом году. Горящих туров практически нет, потому как ездить некуда. И, естественно, это будет Турция, Египет, Эмираты. Это вот основные наши направления по загранице. Хорошая пятерка, понятно, там нет предела. Но вот в районе 50 тысяч на человека сейчас средняя цена нормального отеля. Недельный тур. По будущим планам в июле, может быть, что-то улучшится, поскольку из Самары, я смотрю, некоторые туроператоры поставили дополнительные рейсы, чартерные программы, может быть, какие-то организуют. Есть вылеты, выборы, во всяком случае, из регионов. Сейчас мы рассматриваем из Казани, как запасной вариант. Запасной вариант из Уральска, можно также в Турцию улететь. При этом планировать летний отдых в этом году стало сложнее. Операторы то отменят рейсы, то поднимут цены. Изменения доплаты, когда тур уже забронирован, когда уже есть подтверждение, когда уже оплачен полностью, вдруг идут какие-то изменения по цене. Это как доплата после того, как все подтверждено и оплачено. Туроператоры снимают рейсы, появляются новые какие-то вылеты, а там уже цена другая по прайсу. Конечно, не все могут на семью сразу доплатить. Иногда достигает равная стоимости тура. Бывает и так, что самарские туристы могут вылететь на отдых за границу из Казани, а накануне возвращения узнать, что прилет будет в Москву, а машина у них осталась в Казани. Турагентам приходится улаживать конфликты. Бывают моментов очень много, когда не состоялся отпуск. Вообще не состоялся отпуск. Например, завтра вылетать, уже все на чемоданах готовы, вызывают такси, и вдруг вообще снимается полетная программа. Это сплошь и рядом в этом сезоне. В этом сезоне популярна Абхазия, но там приличные отели уже почти раскуплены. Есть предложение в Киргизию на озеро Иссыкуль, в Армению и Азербайджан. Среди российских курортов по-прежнему популярны Сочи и Крым, но добраться на полуостров сейчас очень сложно. Полеты закрыты, все билеты на поезда уже раскуплены, а дополнительных составов нет. Также туроператоры предлагают путешествия на Сахалин, Камчатку, Алтай, в Карелию и во все республики Северного Кавказа, которые в последние годы пользуются большой популярностью у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. В Самаре начался сезон клубники. В магазинах, на ярмарках и рынках представлен большой ассортимент импортной и отечественной ягоды. На что следует обратить внимание при выборе лакомства, наша съемочная группа узнала у экспертов и жителей города. В этом году май и начало июня выдались холодными, что не могло не повлиять на сроки появления местной клубники. Сейчас на рынках и в магазинах в основном представлены ягоды как из зарубежных стран, так и из южных регионов России. По признанию большинства самарцев, в первую очередь, они обращают внимание на внешний вид ягоды. Хотя нашлись и те, кто подходит к покупке лакомства более основательно. Во-первых, чтобы она кругленькая была такая. Можно и вытянутая, конечно, но разный бывает сорт. Но самое главное, чтобы бурая, не зеленая, не розовая. И надо попробовать, прежде чем брать. На ее цвет. А еще на что-то? На запах, наверное. Я покупаю местную клубнику, которая уже выращивается на грунте. И она имеет вкусы натуральные. И с кислинкой, и сладенькая, и сорта разные. И она не совсем, знаете, такая, ну, как сказать, одинаковой формы. То есть вот на это обращаю внимание. Мне местная нравится. Бабушка покупает. Продавец клубники Белла Гвилия представляет на рынке плодово-ягодное хозяйство из Сергиевского района. Рассказывает, сейчас в продаже продукция из Волгограда. Первые сорта – Азия, Альба, ягоды крупные. Своя местная клубника на прилавках Самарской области появится в середине июня. После 15 июня начинается у нас клубника. Вот как раз вот в этом году она с опозданием. В том году мы начали где-то 3 июня. В этом году из-за холодов только после 15. Поэтому вот немножко с опозданием. Как раз полтора месяца сезон будет клубники. С 15 и до конца июля. Специалист управления Роспотребнадзора по Самарской области подчеркивает, что клубника считается пригодной для употребления в пищу, если она достаточно сухая, имеет однородную яркую окраску, приятный аромат, без признаков плесени, а чешелистики, которые окружают ягоду, зеленого цвета и без признаков увядания. Клубника является источником витамина С, в первую очередь, фолиевой кислоты, клетчатки. Если эта клубника выращена в Краснодарском, Ставропольском крае, в Крыму, то она может быть еще и источником йода. С осторожностью эту ягоду нужно есть людям с аллергией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также людям с сахарным диабетом. Ведь клубника – источник углеводов. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова вошла в попечительский совет Тольяттинского драматического театра «Колесо». Накануне 35-го юбилейного сезона представители коллектива поделились своими творческими планами на ближайшее будущее. Подробности у Анатолия Головко. Новые амбициозные планы и уверенность в завтрашнем дне. Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова обрел новых друзей в Самаре. Председатель правления регионального отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова вошла в попечительский совет коллектива. Вот этому театру хочется помогать. И я как член попечительского совета, так же как Марк Григорьевич, мы видим свои задачи именно помочь театру, чтобы театр мог ставить новые спектакли. Потому что для любого театра это очень важно. В преддверии юбилейного 35-го сезона театр готовит премьеру спектакля «Сирена и Виктория», в котором прозвучат музыка и песни народного артиста России, композитора Марка Левянта. Этот спектакль, мне кажется, он будет какой-то отдушиной людям сегодня, он очень, по-моему, вовремя выходит. В ноябре этого года Тольяттинский драматический театр «Колесо» представит на суд зрителей из Самары спектакль «Мой Пушкин» в постановке народной артистки России Натальи Дроздовой. Показ пройдет в рамках фестиваля страницы русской классики. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС» – обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Департамент образования Самары к 350-летию Петра I поделился образовательными материалами о первом российском императоре. В телеграм-канале размещены ссылки на лекции о его окружении, о петровских реформах, а также ссылки на фильмы, такие как «Петр I Владимир Петрова», «Петр I завещание», книги Александра Пушкина «Медный всадник», «Араб Петра Великого Полтава» и на книгу Алексея Толстого «Петр I». Лекции, кинопоказы и выступления Адмиралтейского оркестра телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской публикует программу мероприятий на 10 июня. В Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват Баян», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Петра I. С 12 часов в Летнем театре начнется выступление детско-юношеских духовых оркестров Самарской области. С 12 до 17 часов гостей праздника ждут мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр. На открытой сцене парка пройдут кинопоказы и лекции. В 10 часов художественный фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В 12 часов «Юность Петра». В 15 часов «В начале славных дел». В 16 часов «Лекция. История волжского судоходства». В 18.30 «Лекция Петр I в истории России и Самары». В 19.30 «Художественный фильм Петр I». В 17.30 «Пройдет концерт духовых оркестров». Специальный гость фестиваля – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга. Адмиралтейский оркестр. Фестиваль завершится совместным исполнением оркестрами «Марша Преображенского полка» и «Марша прощания славянки». В телеграм-канале Красноглинского района сообщают, что 11 и 12 июня напротив ДК «Октябрь» поселка Мехзавод будет проходить ярмарка нового формата. Время работы – с 8 до 17 часов. Жители смогут купить продукты от местных производителей по доступным ценам. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщает, что состоялась встреча с жителями поселка Зубчининовка. Речь шла о вывозе твердых коммунальных отходов с территории частного сектора. На встрече присутствовали представители регионального оператора, компания-перевозчик и администрация Кировского района. Все пожелания жителей будут учтены. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», на страницах в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова